приветствую друзья на моем канале иногда снимаю такие небольшие разоблачения разных российских горе компаний с билайном как там пытались бы ушный затертый какой-то там хрен его знает откуда взятый планшет продать под видом нового причем еще врали что это он на солнце у них якобы на витрине стоял выгорел хотя он весь там был царапан и не пойми какой то есть вот компашка билайн так тем занимается причем центральный офис в моем городе ну про браузеры тоже снимал что яндекс какой-то фигней стал заниматься навязывать какие-то новости стал лепить рекламу стал лепить свой браузер то есть стал деградировать тоже начались более-менее как-то развивался сейчас стал все более сливаться теперь вот мегафон тоже какую-то фигню стал заниматься но первых он когда-то был конкурентом билайна это еще более-менее у него цены там были нормально потом вообще с тарифы заморозил они вообще у него не уменьшались нормальных тарифов не было то есть цены были дороже чем у нтс а дороже чем у теле 2 и сейчас у них гениальная мысля пришла они отменили даже баланс я не могу посмотреть если у меня не смартфон и если не современный смартфон нет интернет я уже не могу даже баланс выправить набираю обычную старую команду по которой раньше я смотрел баланс пишет команда отключена вы можете посмотреть свой баланс на сайте по ссылке такой-то и в приложении вот и руковать руководят лу этого мегафона были полудурку как помните опять рейдеру блин 70-летнему который блин отжал этот бизнес естественно сам ничего не выстраивает он уже не в курсе что им пользуются пенсионеры деревнях есть области где нет интернет мне вообще не логи не у всех смартфоны последней модели туда же смартфон если например ты покупала в 2014 но ты на него это приложение говиона это мегафоновская уже не поставишь она не запустит ему нужен последний android ему нужно оперативки там сколько мест ты его даже не поставишь и как вот баланс узнал блин эти вот какие-то какую-то фигню делают вообще ужас какой-то приняты якобы у них крупная компания российская это не какой-то там местные придурковатый там бизнесмен там что-то там в голову стрельнула это кстати маловероятно чтобы он так сделал наоборот он старался лучше как-то больший функционал наращивать и тут это крупнейшие российской компании то есть в каждом городе в каждом регионе вот такой вот фигню занимать то есть настолько там это еще не контролируется настолько в нашей стране все никаких судов ничего не работает долин до в другой стране против на тебя бы иск просто подали и все то штрафовали бы блин там эсэмэски сколько раз у них утекали все одно заодно это только ты бы компенсацию воплощил каждую пользователь ничего не работает у них все на автопилоте блин на обещаниях путина блин пока когда путин вашего скинут его раньше рано или поздно все равно же скинут придут такие как навальный и чё будете делать все обрушится вас весь мегафон связь перестанет ловить блин деятели вообще жесть я уж прям не знаю в горе в белой не обманывают впаривают какой-то бушные сраные планшеты видно что ими как после ремонта что пытаются их продать то есть он вообще весь заюзанный какой-то выжженный на солнце весь облезли видно был нет они говорят от новый продают его через интернет-магазин в белой не так теперь еще эти подключились мегафона были мощность конкуренции нет у них нормальные они вот уже такой фильм начинают заниматься одно слово конкуренция блин реальной сути никакой нет так что пока я не рекомендую вообще на мегафон подключаться вот у меня был просто номер красивый наверное я напишу заявление отключусь от него нафиг переведу его на мтс пока хотя мтс тоже стал что-то как-то хуже работает блин постоянно у них там 4 тариф повышает постоянно интернет обрубается ночью плохо ловит домашний интернет раз раз в две недели стабильно стал вырубаться раз две недели раньше раз в полгода вырубится уже как бы не при а сейчас каждый месяц стабильняк он обязательно на час на два у тебя не работает то есть как-то у них все стало блин сыпаться